Доброго времени суток, дорогие дамы и господа, и добро пожаловать в новый цикл, цикл 5782 года. Мы начинаем с главы ног, потому что Горел Берейшес мы не успели обсудить, так как праздники выпали прямо вплотную. Но я очень рад, что мы начинаем именно с главы ног, одна из моих самых любимых глав, а ног, как я наверняка неоднократно говорил, это мой любимый герой. Мы, конечно, вернемся сегодня к ногу, но я хочу обратить ваше внимание на насыщенность нашей главе в одной заповеди, дважды одна и та же заповедь, хотя еще не идет о заповедях еврейскому народу, повторяется в нашей главе. Это заповедь плодиться и размножаться. Нет, я не говорю, это очень важная заповедь, но в девятом параграфе в книге Берейшес, когда ног, после того, как ног выходит из ковчега со своей семьей, сразу начинается этот параграф со слов того, что Всевышний благословил нога его, сыновей, плодитесь и размножайтесь, заполняйте эту землю. Проходит всего шесть предложений, и уже в седьмом предложении этой же самой главы опять говорится, а вы вперед плодиться и размножаться. Конечно, я уже сказал, это важнейшая заповедь, но у всего есть пределы, говорит Мишна в разделе Евамот, о том, что есть минимальные границы от того, как нужно выполнить заповедь. Два мнения, более устрожающее, как обычно, мнение Шамая, что должно родиться два мальчика, а тогда считается, что эта заповедь выполнена, и более облегчающая Елеля, хотя не знаю, почему она облегчающая, но говорится, что нужно родить мальчика и девочку. Но вавилонский талмуд на этом не останавливается, приводится мнение Раби Яшоа в уже вавилонском талмуде в разделе Евамот, о том, что ни в коем случае нельзя останавливаться. В молодости нарожал детей, в старости есть возможность, давай рожай. Именно на этом Рамбам и основывает свое законодательство, говорит достаточно пафосно, что не присуще Рамбаму в книге Мишне Тора, о том, что ни в коем случае нельзя останавливаться, потому как каждая новая душа, которая приходит в этот мир, это целый мир. И обращает другой мудрец Рамбан Нахманит на то, что эта заповедь повторяется дважды в нашей главе, что первый раз сказано «благословил Всевышний Ноха и его сыновей на заповедь плодиться, размножаться». Объясняет Рамбан, что благословение, которое дается Ноху, это и есть возможность сексуальной потенции у мужчин. Почему в первую очередь у мужчин, потому что не будем даваться подробностей, но обязанность в заповеди плодиться и размножаться относится только к мужчинам. Я надеюсь, вы понимаете, что мужчины не размножаются почкованием. А второй раз, когда говорится «ну, а вы плодитесь, размножайтесь», говорит Рамбан Нахманит, что это уже заповедь. Коль получил такую возможность, вперед, с песней выполняй эту заповедь и наполняй нашу планету человечеством. Но остается другой вопрос, что эта заповедь уже упоминалась раньше. Упоминалась на прошлой неделе, когда мы читали первую главу Торы, главу Барышит, в самом первом ее параграфе. Сразу после сотворения Адама и Хавы, первого человека, это еще не был Адам и Хава, сказано точно так же, благословил их Всевышний, плодитесь и размножайтесь. Зачем еще раз повторяется то же самое в нашей голове, но только уже Ноху? Да, конечно, можно сказать, что это был перезапуск человечества, и нужно было заново повторить эту заповедь, но мне кажется, есть еще одна очень важная деталь. Если вы посмотрите предыдущий параграф, сам выход Ноха из Ковчега описывается очень интересным образом. Во восьмом параграфе книги Барышит говорится, что выходит из Ковчега Нох, его сыновья, его жена и потом жены его сыновей. Обращают на такую странную марш из Ковчега один из величайших комментаторов Торы Малбим и говорит о том, что Нох вышел в таком порядке, потому что он уже был уверен, что эту заповедь ему выполнять не надо, не нужно плодиться и размножаться, уже трое сыновей родились, говорит Малбим, поэтому сразу следующий параграф начинается со слов. Нет, ребята, я вас благословляю, плодитесь и размножайтесь. Но на самом деле здесь еще более глубокий момент. Дело в том, что Нох по всему своему поведению выхода из Ковчега после перезапуска мироздания, был уверен, что открыв двери своего Ковчега, он выходит в мир таким, как он был задуман изначально, обратно в Ганейден, в райский сад, где жили Адам с Хавой, но у них не получилось, и поэтому пришлось плодиться и размножаться. Это объясняет и поведение Ноха, что первое, что он делает, он устраивает плантацию виноградника, надеясь, что это и есть тот самый плод древа познания добра и зла, и мы вернулись в Ганейден. Но говорит ему Всевышний, нет, все только начинается, и я тебя благословляю с выполнением этой заповеди, а коль можешь, вперед с песней. И это становится для нас заповедью. В этом и заключается вся идея иудаизма, не только плодиться и размножаться. Идея иудаизма заключается в том, у нас нет финишной черты. Любая финишная черта – это новые черта старта. Все только начинается. Успехов! До встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok